Как раз сейчас самое время нашей традиционной рубрики «Президент Юэй». Мы освещаем действия и заявления Владимира Зеленского за прошедшую неделю и начнем с следующего. Президент Владимир Зеленский инициирует созыв глобального саммита «Формулы мира», предложенного Украиной этой зимой. Об этом говорится в видеообращении, подготовленном для демонстрации перед финальной игрой чемпионата мира по футболу. Напомню, это обращение не удалось показать в рамках проведения чемпионата из-за запрета FIFA. Сам Катар поддержал инициативу украинского лидера. У нас есть возможность услышать это видеообращение таким, каким Владимир Зеленский хотел, чтобы его услышал весь мир. Посмотрим. Теплое приветствие из Украины всем фанам футбола, жизни и мира. Я поздравляю всю планету с финалом чемпионата мира. Сегодня мы увидим общую победу – праздник человеческого духа. Этот чемпионат мира доказывает снова и снова, что разные страны и народы могут решать, кто самый сильный в честной игре, а не в игре с огнем. На зеленом поле боя, а не на красном поле битвы. Это мечта стольких людей. Когда игроки соревнуются, но все же наслаждаются миром. Каждый отец хотел бы взять своего сына на футбольный матч, где бы это ни было. И каждая мать хотела бы, чтобы ее сын вернулся с войны, когда бы это ни было. Украина больше всего стремится к миру. Мы предложили миру, формулу мира, абсолютно честную. Мы ее предложили, потому что в войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может. Итак, я объявляю об инициативе созыва глобального саммита формулы мира этой зимой. Саммита для объединения всех народов мира вокруг идеи глобального мира. Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Поэтому войны должны потерпеть поражение, а мир должен стать чемпионом, как это здесь сейчас, в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно. Пожалуйста, поддержите Украину и наши усилия по восстановлению мира. Присоединяйтесь к глобальному саммиту формулы мира и становитесь чемпионами мира. Давайте увидим финал вместе и конец войны. Слава Украине и счастливого национального дня Катара. Президент Владимир Зеленский ведет переговоры с лидером США Джо Байденом, передачей Украине систем ПВО Патриот. Об этом сам Зеленский рассказал в интервью французским телеканалом ТФ1 ЛС. Также президент Украины подчеркнул, что о передаче средств противовоздушной обороны договаривается с Францией и также с Италией. Вопрос курирует лично сам Зеленский. О главных месседжах украинского президента на этой неделе детальнее в нашей традиционной рубрике «Президент Юэй». Игорь Петренко, доктор политических наук. С нами на связи Игорь. Приветствуем. Добрый вечер. Игорь? Слышите нас? По-моему, немножко со связи что-то. Вот сейчас должны слышать. Игорь, да, приветствуем, приветствуем. Ну, как всегда, вы не в первый раз в нашей традиционной рубрике «Президент Юэй», где мы говорим о том, что сделал, что заявил важного Владимир Александрович Зеленский за прошедшую неделю. Начали мы с Лейлой, с глобального саммита «Формулы мира», который президент предложил в своем видеообращении, посвященном финалу Чемпионата мира по футболу. Что вы думаете, Игорь, по поводу этой идеи именно саммита, не просто теоретического обсуждения украинского плана мира, а встречи мировых лидеров? И как вы думаете, кто бы там должен был быть и кого там быть не должно на этом саммите? Так, я насколько понимаю, все есть у нас ситуация техническая, связанная с связью, да? Да, мы напомним, что мы говорим о саммите «Формулы мира», которую зимой предложил провести Владимир Александрович, да, буквально вот в ближайшие месяцы. Мы же с тобой частично уже об этом говорили на этой неделе, общаясь с политологами в наших эфирах, и ты очень точечный локальный вопрос, очень хороший задавал. А неужели недостаточно тех платформ, которые на сегодняшний день есть? Я не буду их сейчас называть, потому что их достаточно широкий спектр, да? Да, даже скажу так, любая встреча на международной площадке, где вспоминается Украина, особенно если это делает украинская власть как представитель страны, как представитель украинского народа, это уже важно. И нам один из гостей сказал, что на самом деле это не просто важно, это чрезвычайно важно, потому что это инициирует Украина. Да, ровно так же, как, кстати, был разговор о Крымской платформе, ведь такого саммита не существовало, и эффективность его видна уже сейчас, в последний год особенно. Ну, давайте будем двигаться дальше, пока мы налаживаем связь с нашим экспертом. Президент Украины выступил с видеообращением и к лидерам стран-участниц Большой Семерки. Владимир Зеленский предложил странам J7 созвать специальный саммит Global Peace Formula Summit, собственно, то, о чем мы говорим, чтобы определиться, как и когда можно будет реализовать украинскую формулу мира. Она состоит из десяти пунктов, которые ранее Зеленский представил лидерам Большой Двадцатки, включает радиационную и ядерную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, противодействие экоциду, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение устава ООН, восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод войск Российской Федерации, прекращение боевых действий, недопущение эскалации и фиксация окончания войны. Зеленский также предложил России осуществить конкретный и содержательный шаг к дипломатическому урегулированию, о котором часто говорят в Москве. К нам возвращается Игорь Петренко. Доктор политических наук, Игорь, вот. О, прекрасно. Сейчас и видим вас, и слышим, да. Тут так и хотелось сказать, Игорь, двигайтесь, двигайтесь. Да, 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 вы застыли. Это важно. Ну что, по поводу, вы слышали мой вопрос, да, по поводу глобального саммита, вам слово, Игорь. Да, это очень важная, хорошая идея. Вот мы, опять же, президент Зеленский, он не хочет куларно договариваться с Путиным. Это что, были потом обвинения, а вот это обвиняли, это не обвиняли, там сдали позиции и так далее. Говорят, давайте публично говорить. Публично, в том числе, не только с Российской Федерацией, с другими странами, которые должны выступать гарантами. Гарантами безопасности, в том числе для Украины. Да, мы можем говорить много о модальностях этих гарантий. Да, хорошо, скорее всего, не будет идти речь о 5-й статье, аналоге североатротического договора. Но это могут быть там действенные меры в сфере поставки вооружения, закрытия неба и финансовой помощи, санкционного давления на любого агрессора, кто бы им ни был. Вот, то есть, поэтому мы и говорим, что, во-первых, публично. Во-вторых, тоже очень важный момент, то, что давайте, скажем, свои усилия направлять к конкретной цели. Ну, то есть, на сегодняшний день у нас идет поддержка Украины. Да, это очень важно, это очень хорошо, мы благодарны. Но какая конечная цель? Вот видите, да, там победа Украины. А что такое победа Украины? Победа Украины, очевидно, это выведение войск Российской Федерации с международно признанных границ. Эта победа, вот, в нашем смысле, это победа. Об этом говорит и соответствующий президент Зеленский. Но есть ли такое понимание у наших партнеров? Скорее всего, здесь могут быть нюансы. Кто-то думает, что, ну, а может, давайте, вот, уже есть там какая-то линия, там, освободили территорию. Может, давайте остановимся и вот как-то начнем там чему-то там разговаривать. Но это не решение проблемы. Это не решение, потому что это просто будет отстрочка. Отстрочка, когда Россия возьмет паузу, опять начнутся вот эти раунды бессмысленных переговоров. В это время они будут наращивать свой военный потенциал просто для нового акта агрессии. Все. Ну, мы это знаем, мы это проходили. Мы уже барахтаемся более восьми лет. У нас уже эти два Минска были. Президент Зеленский только за свою каденцию. 88 раундов имел переговоров с Российской Федерацией. Вот, это тоже так нашим там некоторым, скажем, партнерам, да, или некоторым голосам за рубежа, которые говорят, вот что вам-то нужно выходить на какие-то переговоры. Поэтому мы хотим действительно собрать страны, все страны цивилизованные, адекватные, скажем, в мире, для того, чтобы выработать единый подход и определить единую цель, к которой мы будем двигаться. То есть, ну, если, окей, все поддерживают победу Украины, то давайте четко определимся с этими модальностями, с которыми мы уже будем выходить и давить на Россию. Плюс еще важный тоже очень момент, это то, что и президент Зеленский, он не говорит о мире и о войне, скажем, России в Украине, как только о проблеме Украины. Он говорит о глобальных вещах, продовольственной безопасности. Это важно для Украины, но сейчас даже это менее важно для Украины, нежели для других стран, в том числе африканских. А если говорить о, скажем, косвенных потом экстерналиях, да, знаете, внешних эффектов, которые будут, то потом европейцам будет, скажем, плохо. Но об этом мы говорим о ядерной безопасности. Неужели все думают, что вопрос контроля над ЗАЭС и то, что там может произойти, это касается только Украины? Нет, не только, да. Но очевидно, что ядерная угроза, она выходит за эти рамки. Ну, там экология и все остальное. То есть мы это все выдвигаем в более глобальный контекст. Но и самый важный вопрос, наверное, который уж точно будет всех волновать, это вопрос системы безопасности. То есть Российская Федерация успешно ее разрушила. Начиная с 2008 года она начала ее разрушать, подгрызать. И вот своим актом 24 февраля 2022 года она ее полностью уничтожила. Поэтому нужны решительные действия. Нужно выработать вот эти вот общие подходы, согласованности. И это должен быть очень четкий сигнал России, которая сейчас, она все-таки думает, что вот как-то где-то между капельками, а тут заморозим, а там мы нарастим, а там пойдем опять, а там опять закроют глаза, а там опять мы будем торговать энергоресурсами. Ну и все это будет двигаться по кругу. Вот мы еще перед тем, как с вами вышли на разговор, я хотела, мы еще озвучили информацию о том, что президент Украины лично ведет переговоры с Джо Байденом, президентом США, о передаче Украине систем ПВО Патриот. О чем это свидетельствует, по вашему мнению? Все-таки о важности передачи этих систем, либо же о том, что есть все-таки, вы сейчас просто прокомментируете, есть какая-то пробуксовка, потому что, ну, была разная информация, финальная была, что все-таки Украина получит эти системы, а вот такие вот личные переговоры лидеров двух стран именно относительно вот системы Патриот, о чем это свидетельствует? Ну, смотрите, системой Патриот, там было очень много разных, скажем, таких вот нюансов, да, и, как мы видим, еще не до конца все, скажем так, решено, но все же уже разговоры, они более конкретные, более конкретные, и это говорит о том, что безопасность этих систем вооружения, несмотря на сложную ситуацию, говорит о том, что наши партнеры, они все больше и больше понимают как бы ту опасность, которую несут рикетные обстрелы, удары по Украине. И, ну, в любом случае, вы знаете, это им возвращается. То есть вы не даете отстраивания энергетической нашей системы. Но это, опять же, траты, да, мы сейчас, скажем, не берем там, скажем, ну, все равно это громадные финансовые ресурсы, которые идут, да, то есть либо вы поставляете нам даже там автотрансформаторы, хотя они не могут, наверное, поставлять нам трансформаторы, там разные, да, кабеля, еще какое-то, это все равно, ну, вы достаете как бы со своих денег. Ну, денег, денег, вот. Поэтому лучше как раз говорить о том, чтобы все-таки закрыть небо и дать необходимые системы. И самое важное, это то, что, опять же, мы говорим, что не рассматривайте это как просто предоставление там систем ПВО. Смотрите на Украину как на часть экосистемы, да, которую мы поможем тоже закрывать, скажем, небо более надежно. И поскольку мы считаем, что Украина, она в обозримом будущем сможет стать тоже членом НАТО. Это тоже очень важно. Игорь, давайте перенесемся во Францию, тем более тут буквально несколько минут назад она проиграла в чемпионате мира. Почему бы не вспомнить что-то хорошее про нее за истекшую неделю. 13 декабря президент Украины принял участие в международной конференции во Франции в онлайн-формате. Первый результат – миллиард евро помощи. В первую очередь эти средства будут направлены на восстановление украинской энергетики. Глава государства поблагодарил за поддержку партнеров и призвал Евросоюз направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры, предоставить Украине необходимое оборудование для восстановления этих объектов. По словам Зеленского, необходим специальный постоянный механизм координации усилий, который позволит давать своевременные эффективные ответы на каждый вызов российского террора. Посмотрим выступление президента. Как минимум до завершения этого отопительного сезона в Украине мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы, то есть поставке электричества из стран ЕС в Украину. Мы нуждаемся в поддержке для закупки около 2 миллиардов кубометров газа. Другим практическим результатом этой конференции могла бы стать договоренность о финансировании проекта по закупке LED-ламп для Украины. Игорь, ну скажите, насколько важен был этот форум и вообще коммуникация Украины с Францией. Мы видели, первая леди там пытается донести правду о войне. Французское общество не всегда, скажем так, поддерживает Украину во всем. Насколько важна была эта встреча, этот форум для нас? И теперь, как раз, после отстраивания Украины, это не только было в краткосрочной перспективе, то есть то, что касается восстановить и вот сейчас после того, что обстреловало, там говорилось много, тоже обговаривалось сферы инвестирования, совместные там производства и так далее. И плюс, да, действительно, мы имеем результатом уже вот эти деньги на возобновление инфраструктуры, они нам очень важны, поскольку, опять же, Российская Федерация явно не собирается останавливаться. И действительно, мы видим, да, что французы, они сейчас в режиме маятника, как и сам Макрон. То есть, с одной стороны, он заявляет, значит, Путин должен ввести войска с Украины. Потом он говорит, нет, ну давайте, может, сядем там за стол переговоров и так далее. Потом опять у него какой-то жесткий выпад, потом опять откат и так далее. Вот они считаются вот таким вот маятником. Поэтому, безусловно, здесь важно помогать им, да, застрять в одном положении и в положении как раз большей поддержки Украины, нежели, значит, каких-то миротворческих таких инициатив на пустом месте. То есть, если бы там Макрон действительно предложил какой-то системный подход, учитывая интересы, скажем, Украины, учитывая интересы безопасности, и Восточной Европы тоже, поскольку Восточно-Европейские страны, они считают, что на сегодняшний день у Европейского Союза нет лидеров. И Макрон не смог им стать после, скажем, даже вот Брексита там, да, вот когда вроде как, ну все, уже ж тебе ничего не мешает, ты ж так там хочешь, у схода Меркель даже, да. Все равно он не смог это сделать, и много это как раз из-за его вот этих вот качелей в отношении, скажем, Российской Федерации. Даже Германия сейчас, она более жестка. Хотя тоже там звучат вопросы, давайте там садиться из-за стол переговоры и так далее, но в то же время даже Британия, она жестко как бы реагирует. Поэтому то, что там первая леди, то, что происходят соответствующие встречи на уровне, скажем, элиты, людей, которые принимают решения, это все в копилку помощи, усиление помощи, поддержки, скажем, Украины. И мы видим, что все равно ситуация в Западной Европе, она меняется. Если Западная Европа больше выступала, давайте скорее там какой-нибудь мир, нам все равно какой, или же бы тут, значит, цены на энергоресурсы у нас были другие. Сейчас они, ну, жесткие и говорят тоже в том, что, ну, слушайте, да, модальности, скажем, мирного какого-то соглашения должна определять на сегодняшний день Украина. Ну и поставки вооружения и номенклатуры, они опять же увеличиваются. Да, опять же, не, скажем, не те, ну, не нужные, ну, достаточно медленные темпы, объемы, количество там и так далее, ну, все равно, но будем работать по всем направлениям, в том числе, используя и дипломатию нашей первой леди, то эти все стопорицы могут стопориться и еще большинство затягиваться. То есть наша главная задача – это всегда держать в фокусе внимания ситуацию в Украине. И для этого мы должны использовать все любые площадки и все виды, скажем, влияния, которые у нас есть. Держать в фокусе внимания действительно локальные очень важные объекты. Вот, например, мы сейчас говорили, да, о первой леди, о Елене Зеленской во Франции, Изюмская больница огромная, которая вот будет восстанавливаться благодаря Франции, да, и вот этот визит Елены Зеленской привел к тому, что договоренности есть, они будут осуществляться. Очень много, на самом деле, было сделано и на этой неделе. И вот мы говорили о том, что и в Национальной библиотеке Франции появится полка, книжная полка с украинской литературой. Это тоже очень важно. В Лувре, в Лувре, а у Дегид на украинском языке можно будет также и определенные экскурсии прослушать, кому будет необходимо. Работа ведется, вы очень правильно сказали. Возможно, она не всегда имеет, я сейчас не про Францию даже, не о Франции, а не всегда она имеет тот результат, который хотелось бы нам видеть, да. Но, на самом деле, это очень важно, расширять географию. Вот я хотела бы сейчас как раз и добавить расширение географии. Президент Украины обратился к парламенту народу Новой Зеландии на этой неделе. Тоже очень важное событие. Призывал страну помочь Украине поддержать на международном уровне один из пунктов формулы мира, который как раз касается экологической безопасности и разминирования. Давайте вместе послушаем и продолжим. Новая Зеландия – одна из тех стран, которая понимает, что разрушение окружающей среды равно разрушению жизни и которая может помочь дипломатической мобилизации своего региона ради того, чтобы реализовать украинскую формулу мира. Правильный подход и правильная политика, мы видим, сейчас выбрана как раз в обращениях к определенным странам, то, что делается и украинской властью. Когда обращается к определенной стране сейчас континенту Новой Зеландии, как раз экологическая безопасность, то, что есть в самой Новой Зеландии, и необходимость решения вопроса, ну и плюс разминирование. Хотелось бы с вами еще немножко поговорить о расширении вот этой географии и обращении к парламентам и лидерам того или иного континента, той или иной страны. Вот эти тоже озвучить месседжи. Вот это расширение, скажем так, оно для чего делается? Только для того, чтобы напомнить, что в Украине идет развязанная война Российской Федерации против Украины, либо же еще и действительно для будущих каких-то планомерных и долгосрочных проектов, которые могут развиваться между Украиной и рядом других стран. Игорь, очень хочется вас слышать. Я понимаю, что сегодня есть у нас определенные технические моменты, связанные с общением, и уже это мы видим с рядом гостей. Давайте мы попробуем, хотя и тут уже времени у нас не так много остается для этого нашего отрезка, нашего эфирного времени. Давайте еще раз попробуем, и это будет финальный вопрос о расширении географии и обращение президента Украины, и дипломатическая работа, которая ведется со стороны украинской армии и украинской власти. Давайте мы немножко продолжим. 14 декабря украинский народ получил премию за свободу мысли имени Сахарова. Это самая высокая награда Европейского Союза за достижение правозащитной деятельности. Вручение премии состоялось на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. Президент Украины принял участие в церемонии в онлайн-формате. Обращаясь к присутствующим, Владимир Зеленский подчеркнул необходимость создания специального трибунала для наказания, причастных к преступлению и агрессии против Украины. Он также призвал привлечь к ответственности всех, кто развязал войну. Трибунал должен начать работу. Европарламент уже поддержал эту идею. Нужно как можно быстрее воплотить ее в реальность. В частности, через принятие отдельной резолюции Европарламента в поддержку создания трибунала, через вашу поддержку и поддержку вашими странами соответствующей резолюции Генассамблеи ООН. Игорь, сейчас нас слышно? Вы слышали мой вопрос, чтобы я просто не повторяла, чтобы не тратила время. О расширении географии и обращении президента Украины, пожалуйста. Да, мы... Это то, с чего я начинал как раз. Президент Лескин пытается имплементировать проблемы, с которыми стыкается Украина, в более широкий контекст. Если он понимает, что в Новой Зеландии больше обращают внимание на экологические вопросы, мы об этом и говорим. Поскольку Российская Федерация не только уничтожает украинцев, пытается забрать нашу землю, но она еще убивает флору и фауну в Украине. Об этом, я думаю, что еще отдельно будут соответствующие информации. Хотя уже Национальная Академия наук об этом говорит. И, ну, скажем, в любой стране, в которой выступал президент Зеленский, он пытается использовать как раз вот эти вот привязки, да, знаете, якоря. Якоря забрасывать для как раз большей поддержки Украины. И уже, по-моему, там Новой Зеланды несколько миллионов дала поддержку на гуманитарные нужды, скажем, в Украину. То есть кто чем может, тот и делает. Плюс очень важно, действительно, да, ну, вот резолюция, о которой говорит президент Зеленский, она не будет директивной, ну, скажем, прямой, да, что вот сразу там взяли и создали. Но она пока же, да, будет как маркером определенным. И, ну, это даже зеленая, поднять эти вопросы у себя, у себя уже в странах. Поскольку для создания такого трибунала нужно было бы решение Радбезово. Ну, мы понимаем, что у Российской Федерации ничего такого не случится. А вот как маркер определенный, да, это важно. И здесь тоже, опять же, мы обращаемся к Новой Зеландии. Игорь, мы вас благодарим, да, потому что, ну, главные месседжи мы с вами озвучили, о которых мы хотели поговорить, и что вы проанализировали. Благодарим, обязательно увидимся с вами. Игорь Петренко, доктор политических и наука, был с нами на связи.